Вспашешь в срок, посеешь в срок, будет урожай высок. В республике продолжаются уборочные работы. Наша съемочная группа отправилась в Янтиковский район, хозяйство которого одним из первых вышли на уборочную. На этих полях выращивают фуражный ячмень. Его используют для корма животных и при изготовлении пенного напитка. Ячневая и перловая крупы также изготовлены из зерна ячменя. Вкусовые и полезные свойства зерна зависят не только от сорта, но и от климатических условий. Летом, когда в центральной части республики шли дожди, в Янтиковском районе страдали от засухи. Капризы погоды негативно отразились на зимых сортах ячменя. Яровые культуры наоборот. От засушливой погоды оказались только в плюсе. На сегодняшний день из 1220 гектаров, которые нам надо убрать на зерно, убрали 56%. Пока средняя урожайность идет около 21 центнера. Из этого зимы средний урожайность составила 12 неров. А так яровые дают хороший урожай. Урожай кукурузы из-за засухи будет не таким высоким, как в прошлом году. Однако показатели всходов других сельскохозяйственных культур, несмотря на отсутствие дождей, неплохие. Мы убираем яровые культуры – это пшеница, ячмень, овес. На сегодняшний день убрано зерновая культура на площади 6550 гектаров, а надо убрать нам с площади 1710 гектаров, что составляет 57% от плана. Для уборки хозяйство района приобрели новую технику. Именно она сейчас вступила в борьбу за урожай. Специалисты отмечают, что в этом году в Янтиковском районе на хорошие результаты повлияли и суперэлитные сорта пшеницы, которые впервые закупили накануне посевной. Урожай в районе ожидают 30, а то и 40 центнеров с гектара. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика.